Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами человек, которого называют настоящим музыкальным алхимиком, но на самом деле он музыкальный продюсер, исполнитель, композитор электронной музыки и зовут его Бруно Грайв. Здравствуйте, Бруно! Всем привет! Бруно Грайв – музыкальный продюсер, исполнитель, инженер мастеринга и автор ремиксов. Родился в Израиле, но в поисках творческого вдохновения успел объездить практически весь мир. Используя свои познания в алхимии звука, Бруно создает особые контроллеры, которые применяет в шоу и для самобытной аранжировки своих композиций. В составе группы Terry Poison Бруно выступал на одной сцене с Depeche Mode, Justice, Calvin Harris и другими. Его сольное шоу включает в себя вокальное выступление, игру на бас-синтезаторе и использование различных устройств для манипуляции с музыкой. Особенностью звучания Бруно Грайв является смешение аналоговых и цифровых инструментов. Я вижу, вы пришли к нам не один, а со своим соратником. Представьте его, пожалуйста. Это Дима. Это Дима. Дима очень приятно. Джонни. Здравствуйте. Вы из Израиля, а эта страна славится тем, что там большое количество инноваций. Научных, технических и так далее. Не этим ли продиктовано отчасти то, что ваша музыка столь необычна и звук, который вы создаете, тоже очень инновационный? Во многом это так. Хотя бы потому, что большую часть своего музыкального оборудования я изменяю и перенастраиваю самостоятельно. Ну и к тому же я постоянно нахожусь в поиске звука, который мог бы идеально воспроизводить эмоции. И да, вы абсолютно правы в том, что Израиль – это страна инноваций. Там постоянно возникают и реализуются новые идеи. Мои друзья названивают мне каждую неделю с криками «Представляешь, я придумал нечто совершенно новое!» Даже не знаю, почему так происходит. Наверное, потому что страна находится в таком горячем во всех смыслах месте. А под влиянием каких музыкальных направлений или, может быть, каких артистов вы росли, взрослели и формировались как музыкант? Знаете, я рос в 90-е, был тогда маленький, настолько, что меня вот можно было положить в такую вот штуковину. Я из поколения, которое смотрела MTV, слушала хип-хоп, металистов. Позже появилась электронная музыка. Словом, это был такой мощный фьюжн, в котором даже присутствовала русская музыка временами. Израиль сам по себе – это тоже удивительный фьюжн. Там живет множество русских, украинцев, поляков, арабов. В общем, это довольно сумасшедшее место, которое соединяет в себе кучу влияний. И все они в какой-то момент превратились в один музыкальный суп в моей голове. В одном из ваших интервью я слышала, как вы в шутку сказали такую фразу, что «я точно не с этой планеты». А вот был ли какой-то момент, ну, может быть, в юности, когда вы действительно начали ощущать свою непохожесть и какую-то уникальность определенную? Потому что музыка ваша точно совершенно очень самобытная. Не знаю, как насчет собственной уникальности, но я точно должен вам рассказать, кем был мой отец. Сейчас его уже нет с нами, но мой папа был человеком, который 40 лет занимался исследованием НЛО, внеземных цивилизаций и всех этих инопланетных вещей. Он был ведущим специалистом в Израиле. Так вот, я рос в окружении информации о сверхъестественном, внеземном и так далее. Думаю, это, безусловно, является источником, из которого я и сформировался. Я воспринимаю эти вещи как нечто совершенно естественное. Это и есть мой мир. Ты, как ты, как ты, как ты. Это, как ты чувствуешь. Давайте, чтобы у нас Дмитрий не сидел, просто так немного расскажем о том, каким образом ваше сотворчество происходит совместно. Да, конечно, но сначала я бы хотел рассказать, почему я так люблю Петербург и Россию в целом. Потому что здесь я встретил невероятное количество удивительных творческих людей. За свою жизнь я видел десятки стран и городов, но в последние годы живу именно здесь. По той причине, что в России я нашел огромное желание творить, создавать что-то необычное. Здесь есть некая культурная глубина. И вот среди множества новых знакомых мне встретился Дима, который на тот момент занимался диджеингом. И мы решили создать с ним свой коллектив. Идея нашей группы в том, чтобы взять электронную музыку, которую вы слышите в клубах и так далее, и вложить в нее рок-н-ролл. Это отличная смесь живой электроники и рок-н-ролльного настроения. Дима великолепно разбирается в новейших музыкальных влияниях, обращает мое внимание на новые интересные треки. Ну и вот так, сотрудничая и дополняя друг друга, мы создаем наш проект под названием... На древнем языке это значит не что иное, как дорога к свободе. Если Диме что добавить? Дима, расскажите. Ну вот в момент шоу вы вместе присутствуете на сцене в момент выступлений? Да, конечно. Ну вот за время знакомства что вы можете сказать о вашем коллеге? Очень креативный человек. А как изменилось, может быть, ваше отношение к музыке или какие-то новые территории в музыке вы для себя открыли с момента знакомства с Бруно? Увидел, насколько можно сделать электронику более живой и насколько ее исполнение может быть интересным с точки зрения вокала, дополнение каких-то электронных инструментов и эффектов, которых раньше, например, о своей работе не использовала. Вот со стороны людям, не очень глубоко разбирающимся в музыке, может показаться, что то, что вы делаете, это либо слишком интеллектуально, либо может быть очень сложно, либо рассчитано на какую-то безумно продвинутую аудиторию. Вот как вы сами ощущаете от выступления к выступлению? Что собой представляет ваша аудитория? Я думаю, это в первую очередь люди, которые хотят получать вдохновение от нового звучания и находятся в его поиске. Они, безусловно, любят рок-н-ролл, хотя могут даже этого и не осознавать. Просто чувствуют. Знаете, Боб Марли сказал однажды, когда музыка ударяет тебя, ты не чувствуешь боли. И это в ней самое прекрасное. Так вот, моя аудитория варьируется от 14-летних детей до 35-летних вполне взрослых людей. И еще для меня важно добавить, что наше творчество — это не просто мелодия и настроение, это еще и смысл. Я занимаюсь наполнением песен, и как автор вкладываю очень многое в тексты, которые пытаюсь донести. Так что наша музыка — это не только ноты, но еще и слова. Они важны. Я знаю, что у вас был такой интересный опыт написания музыки для кино. И созданные вами композиции были взяты телеканалом «Фокс» для одного из своих телешоу. А каким образом к вам пришли эти предложения? О, по поводу канала «Фокс» — это была очень забавная история. У них есть шоу «Итак ты считаешь, что можешь танцевать». Это что-то вроде соревнований для танцоров. Так вот, на этом шоу была пара танцоров, которые уже слышали мою музыку ранее. А потом, когда они решили сделать номер на один из моих треков, то просто написали мне письмо с вопросом, могут ли они использовать эту композицию для своего танца. Должен сказать, что это лучший способ сотрудничества, когда люди вот так находят тебя через твою музыку. Кстати, буквально вчера был случай с одной девочкой из России. Она написала мне, что услышала мой трек на одном из показов на неделе моды. Ну, я дал его по просьбе моего друга для этого мероприятия. Хотя официально эта композиция пока не вышла ни на одном носителе. Так вот, эта девушка стала буквально умолять меня выслать ей этот трек. Говорит, что просто не может выкинуть его из головы. Ей, кстати, 14 лет. Да, ей 14, но я посмотрел ее профиль. Это очень творческий, артистичный и интересный человек, что просто замечательно. Я слышала, что вы создаете целую серию ремиксов на суперхиты 90-х. В частности, вот на канале в YouTube уже есть Red Hot Chili Peppers Give It Away. Да. Чем это вызвано? Какой-то ностальгии по музыке, которую вы любили в юности? Идея в следующем. Я назвал этот проект 1990-й плюс-минус. Смысл в том, чтобы взять песни тех лет и познакомить с ними новое поколение слушателей. Ну, тех самых детей, которые, как и эти хиты, родились в 90-е годы. Но они не знают этих песен, потому что были слишком маленькими в то время. У меня есть друг в Лос-Анджелесе, он занимается сведением музыки. Так вот, за годы работы у него накопилось целое море треков с записями вокальных партий артистов, таких как Soundgarden, Red Hot Chili Peppers и других. Он одолжил мне эти записи, и я постарался сделать песни так, как если бы я сам сидел в студии вместе с Энтони Гейдисом и создавал для него музыку. Или, например, с Крисом Корнеллом. Что бы я сделал для него? Это очень интересно, слышать их голоса отдельно, без инструментов, и представлять, как и чем я могу их дополнить. Вот в этом концепция создать новую музыку для песен, которые вне времени. Давайте немного поговорим не только о музыке, но и о видео. Вот в группе Terry Poison всегда были очень клевые музыкальные видео, очень необычные. А я так понимаю, что сейчас вы и сами немного увлекаетесь тем, чтобы снимать видео, как оператор, как режиссер? Есть такое? Знаете, я стал делать видео, потому что у меня не было выбора. Я должен был этим заняться. Потому что все те идеи, которые рождаются в моей голове, очень сложно донести до других людей. Это как, например, пытаться объяснить, что ты чувствуешь прямо сейчас. Такие вещи крайне сложно передать буквально, тем более на другом языке. Пару лет назад я понял, что мне просто нужно брать в руки камеру и делать это самому. Поскольку, как известно, лучший способ выразить то, что есть в твоем сердце, это брать и делать. Попросту делать без лишних слов. Ну, это приносит удовольствие? Я очень люблю снимать, но терпеть не могу монтировать. Когда весь отснятый материал лежит перед тобой и нужно как-то упорядочить всю эту кучу, это ох, как непросто. В последний раз он подразил 22 часа на то, чтобы смонтировать видео с одного из наших искусств. Поэтому его можно понять. Слушайте, я никогда не слышал, чтобы он столько говорил. Это удивительно. Спасибо вам. Я так понимаю, что вы много перемещаетесь по миру, но есть ли такое место, которое вы по-прежнему считаете главным своим домом? Им остается Тель-Авив или сейчас это какое-то другое место? В общем, где сейчас ваш дом на планете Земля? Санкт-Петербург. Я обожаю Санкт-Петербург. Это просто удивительное место, которым я вдохновляюсь снова и снова, когда приезжаю в этот город. Но вот сейчас я во Владивостоке, и мне это определенно нравится. Я здесь буквально часов пять, но это здорово. У меня есть признание. Знаете, я чувствую себя русским. Потому что я рос в такой среде, в Израиле, где было очень много выходцев из СССР. Людей, которые уехали от этой идеологии, но остались русскими, по сути. И, кстати, одно из слов, которое всегда было в моем лексиконе, это «ну». Так что здесь я чувствую себя очень комфортно. Если говорить о любимых городах в Израиле, то это Хайфа. Там очень красиво. Вообще, если прямо сейчас называть все мои любимые места на Земле, то список будет такой. Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Хайфа. Нью-Йорк, Хайфа. Можно чуть-чуть затронуть личную жизнь? Насколько я знаю, вы, ваша избранница, это русская девушка. Вот то, что вы женаты на русской девушке, как-то изменило вашу жизнь и вашу музыку? Мою музыку? Конечно, во многих смыслах. Она влияет на музыку, потому что ее восприятие очень чистое, лишенное профессиональной оценки. Катя воспринимает музыку как слушатель, в отличие от меня, который слушает любую мелодию, очень аналитически. Ну и к тому же, с ее появлением в моей жизни возникли такие классные команды, как Муми Тролль, например, и другие российские группы. Хорошего вечера и спасибо, что заглянули в гости. Спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok